Нижний Новгород с юбилеем поздравят и из космоса. В честь 800-летия в космическое пространство с помощью мощного пучка радиоволн будет запущено поздравление. Какое пока держится в тайне. Для этого ученые радиофизики сейчас готовят уникальный нагревный стенсура. Находится он на границе Нижегородской области Республики Мариэлл. И так просто попасть на него нельзя. Это закрытый полигон. Только Евгению Карпову показали, что там происходит после модернизации. На площади стоят ровные ряды 20-метровых антенн. Так называемая антенная решетка стенда Сура состоит из 144 скрещенных элементов, которые излучают мощнейшие радиоволны в околоземное космическое пространство Земли для изучения физических процессов, которые там происходят. Стенсура создан в 1981 году и предназначен для проведения прикладных и фундаментальных исследований верхних слоев атмосферы. Сейчас с помощью Суры изучают грозы. По-прежнему ведутся исследования, связанные с распространением волн и физикой взаимодействия ионосферы и магнитосферы Земли. Уникальность стенда Сура еще и в том, что он может не только излучать мощные радиоволны в космос, но еще и принимать слабый сигнал. В частности, мы можем принимать слабые отраженные сигналы от Луны, тем самым зондируя лунный грунт и тем самым определяя свойства этого грунта на глубины порядка 500 метров. Такие эксперименты запланированы у нас на ближайшее время. Еще одно назначение этого стенда — исследование новых принципов связи. Не секрет, что ионосфера — идеальный проводник радиосигнала на большие расстояния, даже за горизонт. А с развитием скорости интернета встает вопрос о большем перекачивании информации. И тут, оказывается, исследования на радиофизическом стенде очень помогают. Мы можем излучать сигналы не только над собой в открытый космос, но еще под углом для многократного ионосферного переотражения, чтобы сигналы проходили, огибали земные шары. Как уже сказано, СУРА служит для изучения фундаментальных процессов взаимодействия мощных радиоволн с ионосферой Земли. Но для юбилея города она послужит в качестве космического поздравления. В данный момент идут приготовления к тому, чтобы в день 800-летия запустить радиосигнал в космическое пространство, которое будет содержать поздравления города с юбилеем. Что это будет фраза или картинка, а может получится совместить фразу на картинке, узнаем совсем скоро. Евгений Карп, Артем Юриньков, Никита Кулагин, Никита Зосимов. Вести при Волжье.